Мы сегодня начинаем очередной цикл русских чтений в музее Владимира Владимировича Набокова. Тема – будущее русской литературы в мультикультурном мире. Думаешь, я тебя не узнал? Это было виление времени. Проект «Русские чтения» в музее Владимира Владимировича Набокова СПБГУ представляет еще одного писателя Андрея Иванова. Андрей Иванов родился в Эстонии, где он проживает и поныне. Андрей Иванов закончил Таллиннский педагогический университет, занимался русской филологией. Иванов – человек трагической судьбы, человек, который скитался по дорогам Скандинавии, по скандинавским городкам, вел жизнь бродяги, азулянта, долгое время жил в пересылочных лагерях. Но надо сказать, что вот этот трагический отрезок его жизни очень ярко отразился в его творчестве. Он сочинил так называемую скандинавскую трилогию, куда входят три его замечательных романа. Это роман «Путешествие Ханумана на Лоланд», «Бизар» и роман «Исповедь Лунатика». Вот в этих ранних произведениях Андрей Иванов актуализирует довольно интересную традицию, традицию Луи Фердинанда Селина и Генри Миллера, которая показывает жизнь как некий поток, некое течение от человека показывают меняющимся, становящимся, развивающимся. И одновременно Андрей Иванов усваивает уроки Владимира Набокова. Вот его мастерство при создании ярких зрительных образов, при создании визуальных метафор – это все, собственно говоря, момент связи с Владимиром Набоком и следы влияния Владимира Набокова на его творчество. Особое место в творчестве Андрея Иванова занимает его роман «Харбинские мотыльки», за который писатель получил премию «Новая словесность». «Харбинские мотыльки» – это роман о русских эмигрантах в Эстонии, которая захвачена в период своей недолгой независимости с 19 по 1939 год. Это роман, который добавляет некоторые традиции к уже имеющимся традициям в творчестве Андрея Иванова. Традиции в том числе и Владимира Набокова, Гайта Газданова, Кормака Маккарти и некоторых авторов современной европейской прозы. В этом романе показан апокалиптический мир Европы, но, собственно, все творчество Андрея Иванова так или иначе связано с темой апокалиптики. История занимает особое место в произведениях Андрея Иванова. С одной стороны, он действительно описывает какие-то конкретные исторические ситуации, но с другой стороны, мы замечаем, что Андрей Иванов, рассказывая о прошлом, тем самым рассказывает нам о современности, просто рассказывает о современности знаками прошлого. Андрей Иванов лауреат нескольких премий, премии литературного журнала «Звезда», премии Алданова, русской премии и премии «Новая словесность». Сейчас вы услышите небольшой фрагмент из его романа «Театр ужасов». Есть мы, а есть иные. Вордалаки из фильма «Юфита». Евгений Юфит – художник, кинорежиссер, некрореалист. Имеется в виду фильм «Папа умер, Дед Мороз». Люди в черных пиджаках, которые приходят, безмолвно насилуют, убивают и уходят. Призраки с молотком или битой, в гладких облегающих одеждах, залитые светом фонаря, напитанные яростью ночью. Кто они? Воплощение разрушительной силы, лишенные фантазии демоны, скуластые хари, толстые шеи, ловкие гимнасты и фитнес-модели, изящные садисты, зрячие, но невидящие глаза, безгубые трещины рты, руки, созданные для древка топора или блестящего стилета. Иные. Особи другого мира, по ошибке влетевшие вплоть в человеческую. Когда кто-то говорит, что ему нужно пойти в пейнтбол, поиграть, чтобы стресс снять, не верьте. Такие люди хотят не разрядиться, они идут не в пейнтбол играть, не жировк разогнать, не пострелять по мишеням. На самом деле, они хотят кого-нибудь замочить безнаказанно, но нагло и красиво. И идут стрелять по людям краской, дабы хоть как-то отвести свою мерзкую кровожадную душу. Когда кто-то рассказывает, как вытягивал из озера щуку или сама, а потом описывает, как он его потрошил. Знаете, он сделал это, чтобы почувствовать, будто потрошит человека. За этим ощущением безнаказанного убийства они и едут в далекие страны. Вытаскивают акулу и рубят ее, режут на части с удовольствием. Стреляют в льва, целятся в лося. И когда они целятся в лося, они видят в нем человека. Лось ведь такой долговязый, неуклюжий, по-своему грациозный. Когда он идет неспешно, кивая тяжелой головой, разве не похож он на задумчиво прогуливающегося рассеянного старика, философа, поэта? Он, конечно, похож. Поэтому любят стрелять в лосей. Это все равно, что стрелять в человека. За любыми подобными, на первый взгляд, невинными развлечениями таится безграничная, неутолимая агрессия. Даже не просто убить человека, а убивать людей регулярно, неограниченно. Унижать, терзать, насиловать всеми воображаемыми способами. Именно за этим они к нам в зомби-паркинг и приезжают. А не пар выпустить. Как они говорят, выпустить пар. Ха-ха-ха. И смех выдает их с головой, потому что они смеются у трубы. А глаза смотрят на меня, как на жертву. Глаза меня уже раздирают, разделывают, потрошат. Невеселый это смех, скажу я вам. Невеселый. Как маньяки смеются. Смеются, а сами думают, мы тут поиграем с вами. А потом в самом конце мы вас всех съедим. И съедим по-настоящему. Но сначала поиграем по всем вашим правилам. Да, подпись здесь, подпись там. Только какое эти подпись имеют значение? Никакого. Они ставят подпись, мы тоже ставим подпись. Но каждый ставит подпись по свою сторону баррикады. Под своим столбцом перечнем обязательств. Почему и сказать, что некие мы подписали бумаги нельзя. Потому что мы в них стрелять не будем, а они в нас будут. И не только стрелять. Вот именно, не только стрелять. Затем бумаги и подписываются. У нас строгие ограничения, а для клиентов придуманы всякие лазейки, позволяющие им раздвинуть свои границы, чтобы нас поиметь. Видимость такая, будто все подписывают бумаги за тем, чтобы сверхстрельбы никаких штучек не было, никаких других издевательств, тычков, избиений и тому подобных безобразий, на какие сподобятся клиенты, увлекшись охотой. Но мы-то, жертвы, прекрасно знаем нашу роль. И мы знаем, что тычки и оплеухи все равно будут. Потому что так устроены люди, которые к нам приезжают. Ты только намекнешь, что помимо обычной стрельбы краской вы можете, если считаете, что ваш оппонент не соблюдает правила игры, скажем, не падает после вашего точного выстрела, как это со мной было, можете помочь ему упасть. Например, дать ему тычка по шее или пинка, и ничего за это вам не будет, тут же к тебе вырастет очередь, чтобы поиграть в такую игру. Клиенты и персонал все об этих уловках знают. Для того аттракционы созданы. Не каждый второй, конечно, но один из пяти точно что-нибудь такое себе позволит. Раз в две недели кто-нибудь из нас получит. Они всегда потом платят сверху, щедры, улыбчивы. Негодяи. Богатые сволочи знают, что зомби все стерпят. Мы терпим, принимаем подарки, умасливаем пострадавшего, даем ему чаевые, наливаем побольше, похлопаем по плечу. Да иной бомж такие моменты очень любит. Почувствовав себя в центре внимания, может даже растаять и прослезиться. На такие слезы грустно смотреть. Грустно, не то слово. В Пыргума пострелять приезжают разные, сказал как-то Эрки. Бывают наивные дети, те не в счет. Я о других, о матерых сейчас говорю. Вот эти в чем-то одинаковые. В лице, в повадке, голоса такие властные, шестокость, привычка к насилию. Это ж как наркотик. Большинство из них наверняка отправлялись в сафари и побивали шлюх. Я вот что хочу сказать. К нам приезжают те клиенты, которым надоело избивать шлюх. Они приезжают сюда в зомби паркинг проверить. А нельзя ли тут что-нибудь такое провернуть, кому-нибудь ногу или руку сломать, в глаз дать или избить, помочиться на кого-то и уйти безнаказанно. Смотри в оба. Мой отец был охотником. Любил стрелять. Любил вытянуть и распотрошить рыбу. Стреляли в утку, убили лебедя. Не беда. Съели лебедя. Вкусно. Он бы тоже приезжал пострелять краской по людям в масках. А что, забавно. Так и вижу, как он улыбается. Он бы смеялся, если бы знал, что я натягивал маску, спал в казематах, получил от бабы ногой по ребрам. Он бы посмеялся. Отец. Исполнитель воли закона. Запросто мог быть преступником. Сам говорил, что нарушал и дрался на улице до того, как пошел в школу милиции. Он был малолетним хулиганом. И выбрал ментуру, чтобы не сесть. С гаишниками дрался. Вождение в нетрезвом виде. Однажды я нашел в нашем почтовом шкафчике бумагу из ГАИ. Лишение прав на 36 месяцев. Он клал на них и ездил. Москвит 426. Универсал. Четыре фары. Матовый. Теперь такое редко встретишь. Но если вижу, сердце замирает. Никогда не сяду за руль. Где эта машина теперь? Давно заржавела, расплавлена. Последний раз видел ее возле дома в Пясково. Когда отец вышел на пенсию, зажил хуторским диким образом, он собрал вокруг себя банду бродяг, у которых был атаманом. Они собирали металл, сдавали, пили. В холле Корби один дурак, спившийся, за соседним столиком своей шайки зомбаков рассказывал историю своего легендарного прошлого. Как сдавал металл, он работал на каком-то заводе, завод шел на слом. Он охранял его, по ночам он бегал по цехам, шустрил, пилил, сжег, прятал в свою смену и в смену напарника. Старались идиоты. Насобирали кучу, вдвоем не унести, а машины не было. Кто-то им посоветовал, и приехал мой отец. Я по тому рассказу не сразу понял, что речь идет о моем отце. Сидел, край муха, слушал. Курчавый цыган на зиле. Я не врубился. Думаю, ну-ну, кретин. Не знает имени. Не помнил. Дело было в самом конце девяностых или чуть раньше. В общем, они в тропях загрузили зилок. Водила с хануриками своими слился. И все. Ищи свищи. Дебил за голову, мой металл. Он знал только, что шофер живет где-то в Пяскула. И тут я аж сдрогнул. Отец. Новая байка о моем отце. Ну-ка, насторожил ухо. За соседним стольком тоже крякнули. А, Славка из Пяскула. Ну, конечно, знаем. Слыхали о таком. Ментом был, зилок водил. Меня забила мелкая дрожь. Кругом смотрели Лигу чемпионов. Пили пиво, болтали. Я притворился, что увлеченно смотрю, болею, переживаю, пью пиво. А сам слушал. Да так, что ничего не видел и не слышал, кроме разговора за тем стольком по соседству. Так вот, кретин продолжал хихикая. Металла было много. Мужик увез целый кузов. Блин, долларов на 300-400. Я, конечно, не дурак такое отдавать. Ну-ну. Он был не дурак, этот идиот. На что же он сподобился? Он нашел дружка, который владел боевыми искусствами. Высокий, по 2 метра. Чем-то похожий на шпалу. Они сели в Вольво этого бугая и поехали искать в Пяскула шофера. И очень скоро нашли Зил. Машина стояла у отца прямо во дворе. Или на дороге возле дома. Или чуть дальше у Березы. Ну, коротко говоря, издалека видно. Они постучали. Открыл отец. Твой Зилок там стоит? Ну, мой. Че надо-то? А вот ты металл с завода увозил. Что? Какой металл? Кончай придуриваться. Где деньги? Он. Ничего не знаю. Бугай только рукой вмахнул. Складуха вылетела. Дубиночка знатная такая. Отведать хочешь? Мой отец ему. Пошел ты. Тот его палкой. Пьянь за столом аж взмок и пыхтел. Ой, что тут было. Смертным боем лупил того мужика мой приятель. Он же в десанте служил. Дубинка тонкая, но крепкая. Сталь. А отцу хоть ты тресни. Уходит, удары блокирует. Получает по башке, но терпит. А потом, как заорал своей бабе. Неси ружье, сейчас постреляю, гадов. Мы прыгнули в машину и жару оттуда. Ничего не получили. Ни кроны. Я еле удержался, чтобы не ухмыльнуться. Я сидел и ликовал. Кратины, придурки, идиоты. А это пьянь сидел и твердил, что Бугай ему за рулем жаловался. Ты что, у таких мужиков денег не выбить? Такой крепкий мужик насмерть будет стоять. Это он про моего отца, когда тот уже был на закате. Спившийся, больной. Одной ногой под той яблонькой, где его нашли. Встретились бы вы с ним раньше. Он бы из вас отбивную сделал. Последний раз он к нам пришел в 93-м году. Я не хотел его впускать. Меня уговорили менты, которых вызвали соседи, когда он начал ломать дверь. Своё последнее утро с нами он провел совершенно бездарно. Проспавшись, он дурил и плел всякую чушь. Расклеился, кашлял, сморкался, плакал. Жалким был. У него было жуткое похмелье. Мы не стали выслушивать его жалобы, не проявили чуткостей. Я не сбегал для него за пивком. Мать холодно ему сказала, чтобы к нашему возвращению его не было. И мы ушли. А когда вернулись, нашли на кухонном столе ключ от английского замка поверх большого листа желтой бумаги с коротким укоризненным посланием. Я думал, вы люди, а вы боги. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok